Шахри Байрамовой 27 лет. Из них два года она работает в Ульяновской медсанчасти врачом-эндокринологом. Девушка целенаправленно поступала в медицинский вуз, мечтала стать врачом. Для этого переехал в Россию из Туркменистана, а Ульяновский посоветовал папа. Попала я в медсанчасть в первый год своей ординатуры в эндокринологическое отделение с целью набрать практики, опыта, естественно. После чего я начала работать по своему профилю, вела пациентов эндокринологических. Получала удовольствие от своей работы, скажу честно. Шахри продолжала бы и дальше принимать в кабинете пациентов своего профиля, если бы не нагрянула пандемия. Молодой врач больницы одна из первых, не задумываясь, цитата, пошла на передовую. Перепрофилировалась в инфекционный госпиталь и облачилась в противочумный костюм. Приходилось не всегда работать по своему профилю. Приходилось работать везде, во всяких условиях и лечить все подряд. И мы как-то так и начали решились на это. Рабочий день молодого специалиста начинается в 8 утра и может закончиться поздним вечером. Обычно до обеда эндокринолог ведет плановый прием в чистой зоне, а после уже в костюме обходит пациентов ковидного госпиталя. Девушка рассказала, что в начале пандемии идти в красную зону было страшно. Но каждый раз собирала волю в кулак и шла помогать людям, не нарушая клятвы Гиппократа. Один осмотр в среднем занимает до 30 минут. На момент съемки врачу необходимо было обойти 12 пациентов. Сейчас страха нет. Я это сейчас понимаю, что через некоторое время вообще это все будем вспоминать, наверное, с улыбкой, смехом. Потому что какой-то определенный период жизни мы прошли. Это надо было пройти хороший опыт. Сейчас Шахри единственный врач-эндокринолог на всю больницу. Все остальные ушли из дравницы с наступлением тяжелых ковидных времен. Девушка признается, мысли уволиться были и у нее. Но она просто не смогла предать профессию пациентов и наставников. Я неспроста выбрала профессию эндокринолога. Мне эта профессия нравится очень, мне очень интересно. Многие новые ситуации, новые пациенты, новые осложнения, так скажем, после перенесенного ковида. Учитывая то, что сейчас новые методики препарата используются, они не до конца изучены. Они могут дать всякие повороты в ходе лечения. Приходится с этим сталкиваться, бороться, помогать людям. При этом Шахри не единственный молодой специалист в больнице. За 2020 год ульяновская медико-санитарная часть обновила персонал на 60%. С начала пандемии сюда трудоустроились 28 врачей и 31 специалист из среднего персонала. В 2020 году проблем с привлечением молодых специалистов в больницу вообще никаких не было. То есть вот эта пандемия внесла свои коррективы во все нормативные акты и позволила нашим ребятам, которые только закончили вуз, либо проходят ординатуру, спокойно исполнять все врачебные функции. То есть это было определено законодательно. В больнице также работает институт наставничества. То есть каждому молодому специалисту, который приходит в наше учреждение, прикрепляется какой-то доктор, более опытный, который ведется, конечно, под куратором заведующего отделения. И непосредственно я, как начмед, стараюсь каждого новенького молодого специалиста курировать, помогать ему, отвечать на его вопросы, если есть какие-то проблемы, недочеты. Обязательно разбирать индивидуально с каждым. То есть к каждому индивидуальный подход. Нет такой массовости, как вот принято. Привлекают новых специалистов в больницу также через ярмарку вакансии, центр занятости и через личные встречи с ординаторами. Рината Леулова, Юрий Ломатов. Новости Уллправды ТВ.